Итак, это естественно Jurassic World's Game, мы с вами продолжаем. У нас на самом деле впереди огромное количество работы, потому что в игре появилось безумнейшее количество гибридов, просто какое-то, я не знаю, запредельное. Соответственно, чтобы их всех вывести, понадобится как минимум несколько месяцев. Вот серьезно, потому что вот эта фишка, то что тебе нужно вывести, прокачать, откормить, сделать слияние. Сами понимаете, что это занимает не один день, это занимает как минимум неделю, там на 4 существа. Чтобы вывести гибриды, тебе нужно сколько? 4, 8, 16 существ. То есть прямо сейчас у нас с вами выводится 2 шерстистых носорога, мы можем заказать еще одного, но также мы с вами можем за супер ДНК. То есть если мы с вами выберем супер гибриды, перейдем вот сюда, мы можем заказать Индораптора, потому что у меня есть достаточное количество ДНК на него. Но я думаю, что мы с этим подождем, то есть немножечко попозднее. Давайте прямо сейчас все-таки выводить еще одного шерстистого. В принципе, я вижу, что не так дорого, естественно, это все ускорить за баксы, но я этого делать не хочу. Потому что сейчас у меня задача как можно серьезнее баксы экономить. Ой, я не туда зашел, но с вами, естественно, это кайна из войски, вот эта вот эра. То есть у нас шерстистый носорог стоит 7000 ДНК, у нас 114 тысяч, то есть именно для этого еще и ДНК нужно фармить. Ну и активировать, естественно, за баксы вот это добро. Здесь 18 часов, можно было бы ускорить, конечно, чтобы получить еще одного монастоготопса и сразу заказать. Потому что, видите, разброс уже пошел 4 дня, 5 дней, 6 дней. Но на самом деле лучше я просто подожду до завтра, заберу его, зачем на эти баксы тратить, сейчас никакого смысла нет. Здесь у меня точно я делал эволюцию, ну-ка посмотрим результат. Нет. С первого раза, естественно, не получилось. Ничего страшного. Сейчас мы закажем еще раз. Через 2 часа, может быть, еще раз взглянуть и, естественно, попытаться провалюционировать. Закончилось вот это вот событие, но цель не достигнута, так что набор никто не получил. Вот эти вот задания, как помню, они и раньше были довольно-таки жесткие, в том плане, что их и раньше не проходили. Сейчас, видимо, играет еще меньше людей и до сих пор никто не проходит. То есть раньше требования были гораздо выше. То есть я не знаю, почему разработчики продолжают такие требования ставить. Может быть, стоило немножечко понизить требования. Ну, в принципе, ладно, это их игра, это их дело. Самое главное, что хотя бы ДНК туда зацепили. Ну и, естественно, вот здесь у нас с вами есть награды. Давайте забираем, в первую очередь, вот это добро. Здесь у нас с вами немножко еды. Даже какой-то динозаврик там по-любому сидит. И нам нужно очень-очень много еды. Потому что я помню, сколько едят юдоны, сколько едят эндорапторы, сколько едят эти гребаные эндомилосрексы. Да и все вот эти вот мощные существа, чтобы их откормить, понадобится большое количество еды. А здесь, как помните, брюникс. Брюниксы мне прям очень нужны. Я их... не знаю, я их коллекционирую. Я хочу 40 уровня. Давай. Забираем. Да ёп, парасатейка. А я вот не знаю, вот эта вот карточка, она же может стать брюниксом? Потому что, если не ошибаюсь, только набор, понятно, когда он есть. Ну, в смысле, вот, когда он там сзади торчит. А карточка, вроде она вот просто карточка и все. Хорошо, 1000 ДНК отсюда. Ну-ка. Нет, 1800 ДНК. Ну, что тоже, в принципе, неплохо. А вот здесь у нас с вами Архелон, Мегатеррии. В принципе, такие вполне реальные награды. То есть, я думаю, может быть, даже Архелончик придет. Давайте заказываем. Как видите, мы заполняем почти, ну, больше, чем наполовину, на самом деле, золотые награды. То есть, через 50 минут это все обновится. И можно будет докупить и, естественно, забрать награду. Ну, естественно, я сейчас быстренько посмотрю рекламу и закажу вот здесь вот. Естественно, очень важно, чтобы вот где-то вот здесь вот пришло что-нибудь за ДНК, например. Чтобы можно было за ДНК заказать. И таким образом еще продвинуть шкалу, потому что иначе мы просто бриллиантовый приз, скорее всего, не закажем. То есть, как в прошлый раз. И очень досадно, что здесь закончились новозавровые праздники. А как же Новый Год, друзья? Где наши подарки на Новый Год, сволочи? Господство на полюбое. Я просмотрю, может быть, я что-то пропускаю здесь? Ну, ладно, я надеюсь, что ближе к Новому Году действительно появятся какие-то еще награды. Соответственно, по-любому должно что-то быть прикольное. Давайте забираемся отсюда это добро. И посмотрим, что у нас с вами есть интересного и вкусного в схваточках. А по событиям прямо сейчас динобаксы 200 баксов, чудовища глубин морские. Это нужно обязательно проходить, чтобы набивать битву титанов. И на випке у нас с вами золотые награды. И опять же, они морские. То есть, вот здесь вот возникает небольшая проблема. Здесь, хотя довольно-таки слабые существа. Мы сейчас с вами вернемся вот сюда и посмотрим здесь. Изменение климата. Это неплохой набор. Здесь большое количество всяких разных легендарок. Но давайте, наверное, все-таки в первую очередь вип пройдем. И потом посмотрим, останется ли нам для вот этого. Потому что и там, и там бейджик есть. 1 час 50 минут, 1 час 50 минут. Но там лучше награды. Естественно, нет. В первую очередь это будет денежная борьба за баксы. Потому что вот это нужно обязательно проходить. О, кстати, тебя можно... Давай, бесплатненько. Ускорим это добро. Я думаю, что возьмем с вами монастыготопса. Кстати, мне нужно будет... У меня сейчас один выводится. Мне нужно будет два, чтобы 20-го получить. Он поменяет на индомину с рексом. Уберем престазуха. И дальше поставим его. Просто поставим индоратора. И пускай развлекается. Люблю такие вот сложные события, сложные битвы. Но чтобы они были все-таки проходимыми. Чтобы просто есть такие сложные, которые просто невозможно пройти. Ну, просто физически невозможно. У меня просто нету динозавров таких, чтобы это можно было провернуть. Здесь же, как видите, все вроде более-менее. Я вот сейчас думаю. А что сделать? Я, наверное, возьму три бонуса. Я не буду сейчас ничего менять. Я просто возьму три бонуса. У него 8300 здоровья. 56-й уровень. Так какого ж черта-то, тядя? Как же так-то? Это какое-то читерство. Ладно. Скорее всего, это бонус. Но мы должны рассчитывать, что это блок. То есть мы его пробиваем в три удара. Значит, четыре. И... И два бонуса. Да, это был бонус для птички. Но это было сейчас супер читерно. Ладно. У птички 4000 урона. Четыре хода. Она должна бить минимум три. Окей. Значит, один ход это либо блок. Вот тут-то, скорее всего, это все-таки блок. Либо бонус. Мы ее пробиваем в три. Значит, четыре и два блока. Это бонус. И вот тут-то у нас, скорее всего, таким образом и победят. Потому что астафрикозавр имеет 2800 урона. Офигеть. Вот именно об этом я и сказал. Что вот такое происходит. Такое бывает. Ладно, мы с вами возьмем церезинозавра против птички. Нет, подожди. Нет. С какого черта? Мне кажется, это было рандом. Мне кажется, это была случайность. Я сейчас возьму апатозавра. Я возьму его. Дальше. Блин, престазуха. Жалко. Жалко, черт побери, престазуха. Дальше, я думаю, что делать. Мы с вами возьмем астапозавра. И еще раз индораптора. Пускай будет так. Я уверен, что мы должны справляться с такой командой. Сейчас он даже если поменяет в один удар, ну то есть он не снимет не так много здоровья. Хотя посмотрим. 3900, да? А, нет, ну естественно. А он бить не стал в этот раз. Он в этот раз не стал бить. Ладно, я беру бонусы. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Видите, он совершенно по-другому играет. Два блока. Наносит один удар. Окей. Мы можем поменять. Рассчитаем это все-таки за блок. Вот так вот. Четыре удара и бонус. Видите, он по-другому совершенно играет. Совершенно другой рандом. То есть этого пробили. У птички сейчас три хода, но ей нужно бить как минимум. Как раз три нужно бить, чтобы пробить стопозавра. Ну то есть с расчетом, что у меня блок. Что она в принципе и делает. У нас с вами пять ходов, да? Да, пять ходов. Четыре мы его должны пробивать. Раз, два. Три. Нет, мы пробиваем только в пять. Чуть-чуть не хватило. Досадно. Это прям очень плохо. Ясно фрикозавру сейчас хватит. Одного удара. Черт, я что, еще раз проиграл что ли? Я сейчас походу еще раз проиграл. Вот тут получается очень, очень нехорошая такая фигня. В два удара я его не пробиваю. Ему достаточно взять два блока и бонус. Я возьму четыре блока. Но он мог взять три бонуса, нет? Два бонуса. Черт. И он на пять-шесть ударов меня забивает. Давайте-ка, знаете, что сделаем сейчас? Пока что зайдем сюда. Оба, террадаксили предлагают поменять. Нет, нет, нет. Он слишком хорош. Очки доверия. Это можно купить. Хорошо. А вот это вот очень интересное, очень интересное предложение. Сейчас, секунду. Мы сейчас его рассмотрим все-таки. Смотрите, мы можем сейчас за монеты купить еще очки доверия. Давай, обменять. Еще раз монеты, очки доверия обменять. 11 тысяч. Ну, еще раз туда же. Так вот. Я за этим чертовым бриониксом охочусь уже очень-очень долго. И шанс выпадения из набора его довольно-таки низок. Или там из бриллиантовых прессов. Соответственно, 11 тысяч очков доверия. Это почти просто, ну, за 10 мы с вами чистое золото покупаем. Да, это почти чистое золото. Так что это действительно выгодная сделка. Я беру этого брионикса. Эта зараза мне действительно нужна. Все, хорошо. У нас появляется еще один. Монеты немножко потратил. Можно собрать, чтобы обновить, естественно, производство. И нужно возвращаться в баксы. Я хочу пройти этот дурацкий набор. Я хочу получить эти баксы. Но нужно поспешить, потому что время-то идет 43 минуты. Давайте. А, здесь час 43 на прохождении. Ну, ладно. Ах ты, черт. Я не знаю, как сейчас рандом завернет меня. Что будет происходить. В принципе. Действительно, возьму против птички церзинозавра. 2 800, 2 800. Она в два удара должна пробивать его, конечно. Ну, ладно, посмотрим. Грогазуха и... Ну, условно, индоминуса. Давайте стартуем. Попытаемся разыграть через бонусы. Попытаемся вот сейчас вот как-нибудь раскрутить его. Он может нанести два удара? Такое бывает. Если он нанесет два удара, то нам хана. Нет, он этого не делает. Так. Сейчас это по-любому блок. Мы возьмем блок и два бонуса. Нет, это бонус. Чего? Блин, опять он играет. Очень странно. Окей, договорились. У него было три хода. Блок-бонус, да? В три удара я тебя пробиваю. Нужно бить четыре. И бонус. Нет, это два бонуса. Ох, как... Как же странно играет компьютер. Я просто этого не понимаю. Офигеть. Ладно, у него пять ходов. Ему нужно бить минимум три. И два хода у него есть. Я возьму три блока и два бонуса. Это был блок-бонус. Хорошо. У него пять ходов. Будет бить, нет? Три удара. У нас с вами шесть ходов. Если это два блока. Раз, два, три. В третью я тебя убиваю. Пять ударов. И один бонус. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. И один бонус. Ладно, это один блок. Дальше у вас с африкозавра пять ходов получается. 1400 урон. Ему нужно минимум пять ударов, чтобы меня полностью пробить. Что он, собственно говоря, и делает. И вот таким образом мы его наконец-то раскрутили на ошибку. Точнее, не на ошибку. Мы раскрутили его... Ну нет, по большому счету я прав, да, на ошибку. И у нас появилась возможность пройти первую битву. Первую, черт побери, битву из трех. Потратив огромное количество динозавров. Ладно, бывает. Но это действительно сложная битва. Давайте смотреть, что дальше. Потому что... Может оказаться что-нибудь крайне неприятное. Ах... Димитра Карнас. Мне еще нужно проходить эти события для того, чтобы, естественно, можно было разблокировать битву титанов. Я могу поставить Грогазуха. Он поменяет на Нундагазавра. Хорошо. Грогазуха главное не терять. Мы с вами поставим Метрифадона. Здоровья мало, но большое количество урона. И дальше поставим Индораптора. Это единственный вариант, как мы можем пройти сейчас. И восстанавливать, естественно, я не собираюсь. Давайте бонус. Посмотрим, что он будет делать. Если он сейчас нанесет два удара, это будет очень хорошо. Нет, он меняет. Но Нундагазавр... Это, скорее всего, блок. Вот сейчас это, скорее всего, блок. Нет, бонус. Какого же черта он так играет? Странно. Я возьму три блока. Нет, четыре блока и бонус. У него четыре хода. Четыре удара в четыре блока. Хорошо. У нас пять ходов. У птички сейчас 3600. Мы в два удара забиваем его или нет? Мы не забиваем в два удара. Нам не хватает каких-то сраных девяти единиц урона. Ах ты, черт. Вот именно из-за этого я сейчас и проиграю, наверное. Ладно, его забиваем. Видите, у него сейчас четыре хода. Ему нужно... Ну, он будет два удара бить по-любому, да. Но он сейчас может взять два блока. Он может делать все, что угодно. Может взять два бонуса. Тогда у него будет шесть ходов. Давайте четыре блока и бонус. Это все-таки два блока. Хорошо, у него четыре хода. Сейчас это будет два блока, два бонуса, скорее всего. Да, это, скорее всего, два блока, два бонуса. Нам нужно повторить. Четыре и один. Один блок. Три бонуса. Как странно. Но опять попали, да? Вот тут он нас с этими семью ударами просто-напросто переиграл. Это было очень хорошо сейчас. Хорошо, повторим. Повторим. Бонус. Будем смотреть, что сейчас сделает. Потому что... Вот. Смена. Удара нету. Он будет так же играть или что? Это был блок. У него два хода. Нет, он по-другому играет. А то другой... Другой рандом. Либо блок бонус, либо два бонуса. Давайте-ка четыре блока и бонус. Блок бонус. Хорошо, у него четыре хода. Что будет делать? Раскручиваем, раскручиваем потихонечку. Четыре удара. Хорошо. В общем, повторяем все. Меняем, забиваем в три. Один бонус. Естественно, он в два удара будет прибивать. У нас с вами пять ходов. Я возьму два блока и три бонуса. Я сделаю вот так вот. У него было два блока. Хорошо. У него четыре хода. Два блока, три бонуса. У нас с вами будет семь ходов. В прошлый раз он сыграл через один блок. Мы должны рассчитывать это за два блока по-любому. Забиваем мы его с вами в четыре. Но мы нанесем пять и возьмем два бонуса. Да черт, какого же черта ты так сыграл все-таки. По-другому сыграл в этот раз. Ты представляешь? Давайте, один удар. Нам нужно брать три блока. Нам нужно брать три блока. Но мы возьмем три бонуса. Мы рискнем. То есть акрикантазавр должен понимать, что у меня три блока и что он меня не пробивает. Да какого черта? Да какого черта? Как так это вообще возможно? Это супер жестко. Так, ну я решил немножечко отлечься и поиграть в события для VIP. Потому что нужно пройти хоть какой-то наборчик. Это прям у меня сегодня какой-то, я не знаю, камень преткновения. Бывает, бывает такое. Ладно. Сам на самом деле пару раз косякнул, а дальше уже. Дальше уже просто сейчас не хватает существ, чтобы проходить. Ну посмотрим, может быть получится. Нет смысла абсолютно сейчас восстанавливать там существ, потому что награда 200 долларов и, ну, бейджик, конечно. Только если ради него, не знаю, можно попытаться это сделать. Как думаете, у него блок? Вот сейчас по-любому должен быть блок. Но это бонус. Вот именно поэтому я и ударил. То есть не всегда стандартно играет компьютер, это нужно учитывать. То есть есть вот этот рандом непонятнейший. И попадешь ты в него или не попадешь. Вот тут вот как рулетка, как, не знаю, лотерея какая-то. Угадаешь или нет? Ну ладно, давайте. Два удара бонус. Самое главное, что, в принципе, существа довольно-таки простые. Мы, естественно, их спокойно проходим. Даже не нужно было таких сильных брать. Бля, Сехтадон. Опять же, тебя не было раньше. Еще один новый гибрид. Сколько их сюда напихали. То есть как их всех выводить? Сколько это времени займет? Я не знаю. Но будем потихонечку этим заниматься. Почему бы нет? Давайте забиваем. Пойдемте забирать награду. Самое главное теперь это опять для меня собрать очки доверия. Потому что Брионикса сегодня я купил. Что на самом деле прикольно. Но вот очки доверия все потратил. Давайте забираем награды. То есть нам нужно было пройти какой-нибудь такой наборчик. Кстати, классная ДНК. Чтобы получить очки доверия. И можно было, естественно. У нас, кстати, все обновилось здесь. То есть я специально как раз прошел ту схватку, чтобы заказать здесь награду. Ну давайте забираем. Как всегда, с самой плохой начнем. Плохая, неплохая. 200 ДНК принесла. 40 отсюда. Может быть даже существо будет. Ну, да. Существо есть. Которое нафиг не упало. Самое классное то, что вот здесь вот стегозавр. Стегозавр и еда, кстати. То есть вполне себе с ДНК это можно сделать, естественно. И здесь у нас археллончик. Придет ведь, да? Нет, не придет. Не придет. Вот еда это хорошо. Блин, вот это ерунда. Хотя порой можно продать на рынке там. То есть, точнее, в Гавне очень неплохо. Мамонт. Но это не так интересно. Давайте заказываем. Самое главное, это сейчас золотой приз. Опять же, это колесо призов. Ну, посмотрим, кто придет. Пара за орлов там второго типа, что ли? Что это такое? Со стороны такой раскраской. Ну-ка. Видимо, да. Мод 2. Есть! Золотое поощрение! Найс! Давненько, давненько мне так не везло. Ну хорошо, давай. Бай 500 ДНК. Ну, баксов нету. Мегалозавр, конечно. Но самое главное, тачки доверия еще. Халява. А, здесь мало, что ли? Я думал, здесь гораздо больше очков доверия будут давать. Ну, блин. Это досадно. Ладно, то есть, ну, можно здесь сейчас заказать. Это даже не можно, а нужно обязательно сделать. Заказываем два раза, чтобы продвинуть шкалу. И посмотрю сейчас рекламу. Ладно, я просто решил хотя бы второй бой попытаться пройти. Просто из... Я не знаю, не из вредности, конечно, а из принципа. Давайте хотя бы вот последние существа, которые есть. Вот именно поэтому нужно выводить больше из таких сильных существ. Больше прокачивать. Чем мы будем в ближайшее время заниматься. Димитра Карнус может ударить два удара и забить. Вот он может. Но будет он это делать или нет, он меняет. Удара нету. Сейчас будем набирать чисто, наверное, бонусы. Я не знаю. Посмотрим, что он будет делать. Может быть, нам повезет. Может быть, он нам даст вывернуться. Посмотрим. Ударов нету. Хорошо. Четыре бонуса. Да, и два удара. Хорошо. Немножечко пробиваем на тысячу. Это нашему птеродактилю дает небольшое преимущество. И вот сейчас он будет бить четыре удара. Да, потому что он считает это за два блока, два бонуса. Таким образом у него нету ходов. У нас с вами есть возможность пробить, я так понимаю, в три удара все-таки. Сейчас посмотрим. Раз. Да, два, три. Ну, возьмем с вами... Ну, возьмем с вами... Я просто думаю, что будет делать следующий хищник. Сколько у него урона? Три тысячи. Возьмем два бонуса и три блока. Посмотрим, что будет происходить. Самое главное этого пробили. Если сейчас он бьет четыре удара, то мы выиграем. Мы по-любому выиграем. Он бьет четыре удара. Вот как это возможно? Я взял даже более слабых динозавров. Так, подожди. Я возьму четыре бонуса и нанесу два удара. Таким образом мы пробиваем достаточное количество здоровья. То есть Индораптору нужно будет всего два удара по нему. Вот сколько он ударов будет наносить? Три. Ладно, не страшно. Значит, считаем сейчас обязательно за блок. Раз, два, три. Если это бонус, у него пять ходов. Нам нужно ставить четыре блока и брать бонус. Это блок, окей. У него четыре хода. И вот сейчас он может сделать все, что угодно. Поставить четыре блока. Ну, будем надеяться, что что-нибудь... Да, фу, простое будет четыре удара. Все-таки я перемудрил в последней схватке, да? То есть я слишком-слишком перемудрил. Думал, что он сыграет слишком хитро. И, естественно, из-за этого проиграл. И вот теперь получается очень неприятная ситуация, что мы проходим вторую схватку более слабыми существами, чем брали до этого. И у нас не остается существ, чтобы пройти третью схватку. Но сейчас посмотрим, кто там будет. То есть... Единственный вариант это разблокировать трех эндорапторов. Давайте это сделаем. И попытаться именно таким образом этот набор пройти. Просто другого варианта я не вижу. Сейчас нужно обязательно проходить. Если это два удара, нам хана. О, музыка пропала, прикинь. Это не два удара. Интересно, битва будет также практикать? У него блок? Это блок. Ладно, ладно. Две шестьсот. То есть в один удар он меня пробивает. Он будет бить два удара, скорее всего. Да, хорошо. Вот. И тут совсем другой разговор. Потому что у нас с вами побольше урона. То есть мы его с вами сейчас в три удара спокойно пробиваем. Раз, два. Да, в три удара мы его пробиваем. Дальше берем два блока и бонус. Можно было взять три бонуса, на самом деле. У Дилофазавра 1900 урона. А вот будет бить или нет, будет отлично. У нас с вами пять ходов. Опять же, в три удара мы пробиваем и два бонуса. Ну и Алазавр. Жалко, что музыка исчезла. То есть ему нужно два удара, чтобы меня пробить. Он будет бить четыре, естественно. Он меня пробивает. У нас с вами шесть ходов. И эта схватка пройдена. С горем пополам, с бомблением, с криками, то есть с нервами. Но это пройдено. Я говорю исключительно ради бейджика. То есть сейчас чуть-чуть баксов оттуда вернем. Потом будем опять фармить. Ну вот, будем говорить, что вот хотя бы ради такого я, может быть, их фармил, вот эти баксы. Чтобы можно было вот даже после косяка какого-то своего это дело исправить. Ну ладно, давайте забираем. Безумно сложная схватка. Я сам не представлял, что я сегодня вот так вот на это напарюсь. И очень мало очков доверия, да, отсюда. Ну ладно, у нас с вами, в принципе, с этим все хорошо. У нас 900 очков доверия. У нас с вами сегодня появился Брионикс. Мы с вами получили еще один бейдж сюда. Подводный мир. Подводный мир. Но нам, как видите, как я и сказал, просто не хватит существ. Они довольно-таки сильные в этой схватке. Лучше уже просто подождать, что будет чуть позднее. Будет у нас с вами очки доверия. Это, кстати, хороший турнир, но довольно-таки сложный. Испытаясь своей силой, вот это простое событие. Но здесь нету бейджа, если не ошибаюсь. Хотя, я не понимаю, они просто пока что, возможно, не показаны, да. Может быть, они пока, ну, как бы, покажутся чуть позднее. Я думаю, что когда вот этот красавчик выведется, я эндораптора поставлю. Потому что нам нужен еще один хищник. Нам тупо их не хватает. То есть, вот это нужно обязательно делать. Но на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Мы с вами очень много провернули. Естественно, потихонечку прогрессируем вперед. Проходим события. Я надеюсь, что в этот раз у нас с вами все будет хорошо. И битву титанов мы закроем. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!